всем привет вы на канале перепелкин александр сегодня я решил сделать тушенку из перепелов раньше я это никогда не делал поэтому для меня это будет первый раз в интернете я искал рецепты очень много делают тушенку из птицы курицы но из перепелов я не нашел ни одного видеоролика надеюсь что мой видеоролик будет первым ну что ж начнем для того чтобы сделать тушенку из перепелов нам понадобится соль горошки перца лавровый лист баночки в которые мы будем закатывать мясо и мясо перепелов ну что ж приступим для того чтобы начать нам нужно сначала померить сколько понадобится нам мясо но тушка перепела маленькую банку не вместится и нам придется ее порезать на несколько частей и после этого сложить баночки у кого есть дома автоклав очень хорошо у меня к сожалению его нету поэтому я буду стерилизовать банки в обычной кастрюлю с водой на газовой плите при блины и тушки я порезал кухонные ножницы вот такие имеются очень облегчит косточки мягкие поэтому очень хорошо может ими режутся и так мы распределили мясо по банкам и у нас хватило мяса на три банки теперь нам следует вытащить снова мясо помыть банки обычной водой и после этого уже добавлять приправы теперь нам нужно добавить в каждую банку 5 горошков перца и можно еще два горошка душистого перца и один лавровый лист и пол чайной ложки соли лучше это добавлять там допустим три горошка в начале и потом остальное в середине чтобы равномерно все это распределилось по банке и части мяса в одну банку не напихивать только там одних частей а разные чтобы там была и грудинка и лапки и спинка чтобы все попало разные части попали в одну банку раскладываем мясо по банкам плотно утрамбовываем для приготовления тушенки воспользовался баночками по 450 грамм и так и положил в каждую баночку 5-6 горошин простого перца и по две горошины пахучего перца по одному лавровым листу и по пол чайной ложки соли но это обычный рецепт на одном канале я услышал от одной хозяйки рецепт что она говорит если она если класть на одну литровую банку по одной чайной ложке то через некоторое время банка начинает сдуваться и она кладет на 1 на 1 литровую банку две чайные ложки соли и тогда у нее очень долго хранится тушенка ну я думаю что я пересаливать не буду и я не буду долго хранить я наверно после приготовления сразу попробую то что у меня получилось поэтому я воспользуюсь обычным рецептом пол чайной ложки соли на банку дальше мы ставим банки в кастрюлю на дно предварительно ложим какую-нибудь тряпу чтобы стекло не прикасалось дном кастрюли от этого может просто лопнуть банка при кипячении наполняем воды на треть не доходя до конца банки и крышки ставим просто не закрывая так сверху чтобы при кипении брызги воды не попали внутрь банк и теперь держим на огне нашу кастрюлю около пяти часов и если будет вода докипать то нужно будет доливать новую не переключаемся смотрим дальше надеюсь у меня все получится а в это время вы можете если я делаю что-то неправильно написать об этом в комментариях или у вас есть какой-то свой рецепт тоже можете им поделиться в комментариях прошло пять часов можно доставать и так вот что у нас получилось надеюсь на камеру будет видно жидкость внутри напрям слоями стоит верху жир и снизу такой густой желтый бульон в одном из рецептов видел если вы собираетесь хранить тушенку долгое время то нужно из мяса сварить бульон и долить чтобы мясо было полностью закрыто жидкостью потому что при стерилизации выпаривается жидкость из банки ну или мясо не дало достаточно сока своего чтоб полностью себя накрыть жидкостью я у продемонстрировал еще один из способов хранения перепелиного мяса надеюсь вам понравилось это видео подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч всем пока